Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Сегодня, на следующий день после Дня Памяти Первоверховных Апостолов Петра и Павла, Церковь совершает память всех остальных апостолов, всех апостолов все вместе, из двенадцати. Мы, на самом деле, знаем не так много об апостолах, знаем их имена, вот они перечисляются как раз в этом отрывке из Евангелия от Марка и других. Но евангелисты нам очень мало о них рассказывают, не описывают ни их внешний вид, ни их характер, психологию, но и только из контекста, из их поведения мы понимаем немножко и знаем немножко о том, какой у них был характер, и знаем, что они были совершенно разными людьми, то есть абсолютно не похожи между собой. С одной стороны, были очень пылкие по своему характеру ученики, как, например, Иоанн и Яков, потому вот это прозвище, а не сыны Громовы. С другой стороны, был человек очень робкий, как Петр, который трижды отрекся от Господа. Мы знаем, что были, по крайней мере, один из учеников Филиппа, видимо, греческого происхождения, потому что носит греческое имя, и если не греческое происхождение, то, скорее всего, его родители и предки были из иудеев, из диаспоры, потому давали иностранными на своим детям. А с другой стороны, были такие ярые националисты и ревнители как раз свободы Израиля от римского ига, как, например, один из учеников, правда, здесь евангелист Марк об этом не говорит, но другие евангелисты нам привозят такую деталь немаловажную о том, что один из учеников был зелот, то есть из тех, кто фактически боролись за полную самостоятельность Палестины от римлян. И так эти люди имели совершенно разные политические взгляды между собой, опыты жизни, и, по-видимому, кто-то из них был достаточно богат, и вот там, так, наверное, Иоанн и Яков, потому что их матерь помогала всей общине. И даже у Петра и Андрея было такое небольшое предприятие в качестве рыбаков. Но другие были более простые. И именно то, что Господь выбирает настолько разных людей, и которые, казалось бы, совершенно не приспособлены к тому, к чему Он их призывает. Вот это очень важно, потому что слово «апостолос», «посланник», относится к каждому верующему, к каждому христианину. Мы с вами все апостолы. И иногда можем задаваться вопросом, а вот, собственно, почему Господь нас избрал, когда были, намного были достойны, талантливы, есть и были люди. Вот когда мы читаем о том, как Господь в городе Ерихона вошел в дом Захея, Захей был человеком абсолютно недостойным, так как он был мытарем. И Господь, конечно, в большом городе мог найти нам очень большое количество людей, более достойных, более благочестивых, и даже просто более честных, чем Захей, который, ну, по-видимому, немножко обманывал. И тем не менее, он пошел именно к нему, потому что он пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Вот что должно нам давать надежду. И очень важно, раз мы с вами ученики, как и апостолы, чтобы мы поняли, в чем и состоит наше ученичество. Вот здесь мы явно читаем в этом тексте из Евангелия от Марка, потому что написано так, что Господь взошел на гору. А это не случайная деталь, потому что на горе в Библии всегда происходят важные вещи. На горе Моисей получил закон. На горе Иисус проповедовал, по крайней мере, в Англии, от Матфея, и оставил нам в Западе блаженство. То есть гора, она всегда связана с неким заветом. И вот именно зашел на гору, и тогда Он позвал к себе учеников. Кого Он позвал? Это тоже написано. Позвал к себе, кого Сам хотел. Вот вам и вся причина вот этого выбора. Почему мы, а не другие, когда есть люди более талантливые? Почему мы, а не другие, когда есть люди гораздо лучше нас во всех отношениях? Ну вот написано здесь, что Он позвал к себе, кого Сам хотел. С другой стороны, остается и наша свобода, потому что дальше мы читаем и пришли к Нему. То есть бывает и так, что Господь призывает человека, но тот не идет к Господу, как было, например, с богатым юношей, которого Господь призвал, но он не мог и не захотел следовать за Господом. А потом вот с какой целью Он их призвал? Поставил их из них двенадцать, чтобы с ним были. И это самое первое. И дальше, чтобы посылать их на проповедь. И еще дальше, чтобы они имели власть исцелять от болезни и изгонять бесов. У нас нет такой власти, наверное. Но надо сказать, что вот это исцеление от болезни и изгнание бесов, это означает забота о всех. То есть, чтобы мы любили всех, вот с кем мы находимся, с кем мы общаемся и так далее. Чтобы мы служили всем. Вот к этому, безусловно, мы призваны. Так же мы призваны проповедовать, как здесь написано. И проповедовать не столько словами, сколько нашей жизнью. Безусловно, даже самый простой из нас, самый малообразованный, человек, который плохо говорит, не имеет никаких ораторских талантов, или который говорит с акцентом, как, например, я, или неправильно ставить падежи. Вот даже такой человек призван к проповеди, потому что первая проповедь – это наша жизнь. И, наконец, самая важная, первая причина, для чего Господь их призвал. Он их призвал, чтобы с ним были. Вот такое исключительное отношение с Господом, вот такая дружба, когда Господь для нас есть все, есть сердцевина нашей жизни, есть вот альфа и омега нашей жизни. Вот это есть призвание апостолов и признание каждого из нас. Конечно, апостолы, как и духовные лица, как и иерархи церкви, бывают совершенно разные и по достоинству. И после того, как они стали отвечать на этот призыв, они могли быть, и могут быть, более или менее удачны, в смысле, более лучше или хуже. И вот здесь апостол Павел нам говорит, мы слышали сегодня в послании, «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняетесь от них». Вот Господь поставил апостолов, но все-таки нам дают критерии для того, чтобы понять, в какой степени, если человек в церкви нас призывает к расколу, нас призывает к разделению, если он сеет соблазны, как написано здесь, то, по слову апостола, мы должны уклоняться от них. Это очень сильное слово. Но так как сегодня мы видим всякое и слышим всякого рода проповеди, которое иногда, увы, и призывает в том числе к этому, к осуждению, к расколу, мы не должны забывать и об этих словах апостола Павла. Аминь.